Приветствую вас, и на самом деле многие люди довольны своей внешностью. Только есть один маленький нюанс, на который стоит обратить внимание. Этот маленький нюанс мы для простоты назовем субъективной обратной связью. Данное выражение легко раскрывается через наблюдение зеркального отражения. Словно говоря, когда человек просто видит свое отражение в зеркале или где-нибудь еще и видит себя как бы со стороны. И вот здесь есть так называемая дифференциация я. Я реальное и я идеальное. Я идеальное – это, образно говоря, то, каким я хочу себя видеть, а я реальное – это то, какой я есть. И вот то, каким я хочу себя видеть, то, каким я хочу видеть себя, часто смешивается, сливается с тем, что я хочу делать, чем я хочу заниматься и так далее. Субъективно это происходит примерно так. Ребенок, маленький ребенок, не знает еще, чем он хочет заниматься. Все, что он делает – это играет в какие-то игрушки, да? А иногда и не играет, и не играет еще в игрушки. Но он уже научается пока на допонятийном уровне понимать, хороший он или плохой. Он это научается понимать. И для него, как правило, эти понятия связаны между собой. Вот эти понятия между собой связаны, и они связаны с ним, с его личностью. Хороший, плохой. И часто бывает так, что, когда ребенок начинает чем-то заниматься, уже будучи несколько старше, что многие его действия, если не сказать все, могут быть подчинены вот этой позиции. Хочу быть хорошим, не хочу быть плохим. Хороший и плохой, вот это вот выражение – это оценка. И оценку могут дать другие люди. Только другие люди могут оценить человека. Сам человек оценить себя не способен. Когда мы смотрим на свою внешность, мы не видим «я реальное». Мы видим «я желаемое» и негативную реакцию от ненахождения «я реального», ой, «я идеального». То есть, условно говоря, когда человек говорит «я некрасивый», он повторяет стереотипные оценки других людей. Потому что при определенных условиях, например, на необитаемом острове, когда человек себя не видит практически, ну, там, сложно разглядеть себя достаточно хорошо в, условно говоря, в воде, да, вот. Да и там можно, конечно, себя увидеть, но это будет не четко очень, очень изображение. Вот. Когда человек, находясь на необитаемом острове, человек не будет чувствовать себя некрасивым. Если он там вырос, потому что он не знает как это. Красивый некрасивый оценивают всегда другие люди. И вам нужно понимать, что у вас, условно, в мыслях не то, что я некрасивая или красивая. А то, что я должна быть какой-то внешности, определенной внешности, вот, там, не знаю, я должна быть, там, условно говоря, борцом сумо, к примеру. Вот. Или там, не знаю, тяжелоатлетом. И если я не тяжелоатлет, то я ни на что не годная, уродливая и так далее. То есть я ни на что не способен. Это работает и в другую сторону. Если я не фитнес-модель, то я страшная, я никому не нужна. Из чего это происсякает. Из того, какая стереотипная картина внешности, по мнению окружающих людей, соответствует целям тех или иных, социальных слоев общества. На крайнем севере считается некрасивой, худая, подтянутая женщина и считается красивой, женщина полная, с определенным слоем жира. Почему? Потому что на крайнем севере только такая женщина может выжить и выносить детей. Знаете? Все зависит от целей социальных слоев общества. И когда вы говорите, что вы не красивая, когда вы говорите, что вы не можете там условно жить со своей внешностью, вы просто повторяете про себя те цели, которые вам поставило то или иное общество. И эти цели, судя по тому, что вам это тяжело и вам это постворечит, вам не подходят. И эти цели нуждаются в определенной корректировке. А мысли в определенной адаптации к реальности, в которой вы живете. Вот и все. Вот и все. Такая вот работа. Понимаете? То есть вы просто повторяете оценку некоторых людей. Просто повторяете оценочное осуждение некоторых людей. Грубо говоря. Для достижения этими людьми своих целей. Ну все. Подумайте об этом. Я надеюсь, что помог вам. Я надеюсь, что обратная связь, по сути, с началом благотворной работы над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова